А теперь совершенно другая работа. Полная противоположность предыдущей. Если в предыдущей работе мы говорили о том, что у нас композиция носит природный характер, вегетативный характер, мы показываем кусочек природы так, как он есть. Стиль бионика. Здесь мы используем материал в трансформированном виде, в частности, листья лопуха. В чем смысл этой композиции? Показать, как красиво пластика листа. Здесь лопух представлен в том виде, в котором вы его никогда в природе не встретите. То есть в неузнаваемом виде, в трансформированном виде. Тогда, когда нам становится неважно, что это за материал, нам становится важно, что он из себя представляет в результате трансформации. Это ткань? Или это линии? Или это красивые изгибы какие-то? Или это фактура? Нам неважно. Навеяло мне эту композицию стиль в архитектуре бионика. Что он берет от природы? Он берет необычный изгиб листа, необычное строение растения. И смотрит, как это можно использовать в своих произведениях. Ну, в частности, эту композицию навеяло мне творчество архитектора Захи Хадид, который использует бионический стиль в своих архитектурных строениях. Также это похоже, возможно, на произведение испанского архитектора Гауди, который также строил лестницы, лестничные пролеты, крыши домов, сами здания, похожие на живой организм. Произведение выходит из воды. Раковина это? Или это осьминог? Или это какие-то щупальцы? Это уже не важно. Важно, что мы начинаем думать, мы начинаем мыслить, мы начинаем сравнивать. Обратите внимание, какие использованы здесь растения. Сюда уже не подойдет обыкновенная роза. Или сюда не впишется какой-то простой колокольчик. Растения сложные, замысловатые. Артишок. Или алиумы. Какие алиумы? Алиумы – семена. Потому что у растения прекрасно все. Его стебель, его цветок, и даже его семенная коробочка, которая напоминает, может быть, какие-то усики какого-то насекомого. Может быть, напоминает какие-то антенки. А также еще один роскошный сорт алиума, который имеет вот такие замысловатые изгибы. Простота. Я бы не сказала, что это очень просто. Это, конечно, гораздо более сложная композиция, нежели предыдущая. Потому что здесь идет трансформация материала. Трансформация материала – очень актуальная тема в современной флористике. Работа фактурная. Работа многослойная, многогранная. Эта композиция во многом напоминает голландский натюрморт. Но это современная трактовка голландского натюрморта. Стиллайф – тихая жизнь растений. Покой и умиротворение. Плавность линий и тишина. И теперь я предлагаю вам поучаствовать в небольшом конкурсе. Вам нужно будет подписаться на наш YouTube-канал, поставить лайк и правильно ответить на вопрос. Победитель будет выбран случайно из правильно ответивших на наш вопрос и получит скидку в размере 1000 рублей на обучение на нашем базовом курсе «Основы европейской цветочной аранжировки». Вопрос будет следующий. В Средневековье отмечали праздник. Выбирали королеву цветов. На голову королеве надевали прекрасный венок из этих цветов, который назывался шапель. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Из каких цветов была сделана шапель? На этом я с вами прощаюсь. Мы обязательно с вами увидимся в нашей школе. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова